Стартер это мощный электродвигатель, используемый для запуска двигателя внутреннего сгорания. Стартер имеет шестерню, которую называют бендикс. Она входит в зацепление с зубьями маховика двигателя и вращает коленчатый вал. Он использует электродвигатель для передачи крутящего момента на коленчатый вал. Своё питание этот двигатель получает от аккумуляторной батареи. Здесь показана упрощенная схема питания. Питание от аккумулятора подается на соленоид. В разрыв аккумулятора и соленоида установлен замок зажигания для включения и выключения питания. Соленоид это электромагнит, который срабатывает от небольшого тока. При включении зажигания соленоид втягивает сердечник. На одном конце сердечника находится медная шайба, которая с собой замыкает две медные клеммы . При этом замыкается цепь от батареи к электродвигателю, что заставляет ротор вращаться. Когда соленоид обесточен, сердечник возвращается обратно и отключает двигатель от батареи. Мы можем задаться вопросом, почему используются соленоид и контактор, вместо прямого подключения батареи к двигателю, что значительно упростило бы схему. Из-за потребности стартера в большом токе, замок зажигания должен был бы быть огромных размеров и выдерживать ток около 150 А. Также потребовалось бы очень толстые провода, идущие от батареи к замку зажигания, а затем к стартеру, что технически неудобно. Вот почему используется соленоид, который требует меньшего тока для подачи питания. Соленоид выполняет еще одну важную функцию. Он помогает сдвинуть шестерню бендикса и зацепить ее с маховиком. Прежде чем двигатель стартера начнет вращаться, шестерня, скользящая по направлению к маховику, слегка проворачивается вокруг своей оси, как показано здесь. Это вращение достигается за счет использования винтовых шлицов на валу. Это вращение помогает зацепить шестерню бендикса с маховиком двигателя. Когда бендикс и маховик находятся в зацеплении, контакторный пускатель замыкается, и электродвигатель стартера начинает вращение. Как мы видим, шестерня бендикса значительно меньше по сравнению с маховиком. Передаточное число маховика и шестерни бендикса обычно составляет от 50 к 1 до 20 к 1. Высокий крутящий момент, полученный от этого редуктора, все еще недостаточен для проворачивания двигателя. Поэтому для увеличения крутящего момента применяется планетарный редуктор, хотя есть стартера и без редукторов. Планетарные редукторы невероятно эффективны, они имеют небольшой размер и небольшой вес. Состоит редуктор из солнечной шестерни, коронной шестерни, водила и комплекта планетарных шестеренок. В стартерах коронная шестерня, зафиксированная с корпусом. Солнечная шестерня является выходным валом ротора электродвигателя, а водила планетарной передачи – это выходной вал стартера, на котором находится бендикс. Передаточное число составляет 7 к 1. Комбинированное понижение передачи приводит к достаточному крутящему моменту для раскрутки двигателя. Когда двигатель автомобиля запустился, шестерня бендикса должна выйти из зацепления с маховиком, чтобы предотвратить обратный ход двигателя, который может повредить его из-за чрезмерной скорости вращения. Обычно водитель, убедившись, что двигатель запустился, просто отпускает ключ зажигания, который обестачивает соленоид, и шестерня возвращается обратно. Но что, если водитель не отпустит ключ зажигания, когда двигатель запустился? Маховик будет приводить движение шестерню бендикса слишком быстро и повредит стартер. Чтобы предотвратить это, используется обгонная муфта. Эта муфта имеет набор роликов, установленных между внешней и внутренней обоймами. Когда внешнее кольцо вращается двигателем, ролики входят в клин и передают крутящий момент на шестерню бендикса. Как только двигатель запустился, он приводит движение шестерню бендикса на более высокой скорости, чем это